дорогие подписчики доброго дня мы сегодня едем забирать в вашингтон аудио-видео аппаратуру которая принадлежала штату мы едем забирать серверы и различные communication оборудование для коммуникации компьютеров мы едем забирать вот эти два кресла прекрасные два кресла которые я купил каждая по 10 долларов они стояли в каком-то очень важном правительственном учреждении и мы едем забирать одежду из аэропорта вашингтон и все это примерно составила закупка вместе с доставкой вместе с бензином и мостами это между 1600 и 1700 долларов я не считаю так детально потому что постоянно возникают в пути какие-то расходы то еще кофейку попить то где-то остановиться покушать ну где-то так 1700 долларов будем считать посмотрим что из этого у нас получится вот это мы приехали из вашингтона я привез полную машину одежды из вашингтонского аэропорта электроники сейчас я вам покажу что в этих машинах находится полный прицеп одежды различной электроники различной кино видеоаппаратуры все это сейчас мы выгрузим склад и потом посмотрим все уже по отдельным модификациям сама машина полная тоже одежды различной электроники очень интересная мебель сейчас я вам покажу ее вот здесь креслица у нас интересные антикварные сейчас мы их достанем о два бочонка полное пиво я не знаю можно ли это пиво пить или нельзя сейчас мы все достанем все мы определимся все попробуем какая-то электроника батареи ну вот эта часть того железа которое мы сегодня привезли вернее я привез из вашингтона моего с моим помощником выгрузили разложили и сейчас я покажу что конкретно получилось и примерно посчитаем посмотрим на разных аукционах за сколько мы сможем это продать и что мы будем делать с остальным то что мы не можем продать как мы будем разбирать это мы посоветуемся с моим партнером как мы будем разбирать на драх металлы что будем разбирать а что мы будем продавать на интернете ну давайте посмотрим детально значит так начинаем с этой полочки смотрим понятно о интересный видим агитофончик panasonic все-таки продавал 30 долларов он стоит нормально следующая полочка но я потом детально более детально посмотрю чтобы не вводить в заблуждение за сколько это можно реально будет продать и как быстро это будет продаваться вот тут куча мелкого посредине сейчас я это попробую развернуть вот так так переходим к следующей полочке на следующей полочке вот такое у нас вот такие вещи такое так что у нас новая в коробочках мы еще нет открываю но сиска посмотрим что там дальше то есть вот эта полочка мы берем ее вот так посмотрим вот так она смотрится это то что мы разгрузили сегодня вот так так смотрим что здесь мы поставили катались 6500 но она не полностью кое-что вытащена с них вот это так смотрим что дальше тоже нужно будет открыть коробочки посмотреть что у них чуть чуть позже мы это все посмотрим катались 4500 так вот такое конечно если все это разбирать на драх металлы там я уверен найдется колоссальное количество интересного колоссальное количество но этот такой тяжелый труд это так много работы я уже не в состоянии это все это делать так поближе так это наверху у нас такое на следующей полочке хорошие видеобитофоны хорошая колоночка еще что то сейчас мы посмотрим что этих ящичках это камеры в этом ящике для компьютера вот такой модели и это tx500 для моторолы какие-то то ли микрофоны то ли еще что-то следующий ящичек тут куча сканеров старой модели и 3 диктофона и далее у нас для них тоже есть посмотрим почему их можно продать разбирать их на драх металлы я думаю не имеет смысла вот что мы за сегодня уже успели перефотографировать из этой машины там было очень хорошее старое радио там были запасные лампы для видеопроекторов там были очень хорошие кастрюльки фирменные я не знаю из кастрюльки сковородки тоже опять же вот лампы для видеопроектора все абсолютно новое о вот это интересная вещь эта машина чтобы делать туман на сцене мы выставили ее за 249 долларов абсолютно рабочие два видеопроектора вот это кейборды и куча различной техники эту технику мы уже проверили пробили и мы всю эту технику уже выставили на аукцион ebay два старых видеомагнитофона тоже какие-то денежки нам принесут сканеры вот это для просмотра для фильмов это видео проекторы старого образца это старая установка для пока кодек установка для показа кино вот для бобин вот как называется вот это тоже для показа видео слайдов это кассовый аппарат это все видео у нас видео проекторы все в идеальном состоянии это тоже что-то очень интересное потом мы это все определим все в чехлах в идеальном состоянии слава богу все смотрим так здесь вообще много интересного смотрим три огромных чемодана с аппаратурой три уже более современных видео проектора это митцы митсубиши вот такая огромная установочка я думаю тоже она стоит каких-то денег это кодек для прокрутки слайдов это тошиба чемоданчик а вот это sharp установочка посмотрим если бы знать точно какое количество драгоценных металлов в каждом из этих приборов конечно было бы намного легче а так придется на вскидку что-то смотреть что можно продать на интернете а что-то придется попытаться разобрать а что не будет разбираться нужно будет просто выкинуть мусор ну это уже дело третье сейчас я посмотрю просто из интереса сколько может стоить вот эта установочка она мне так понравилась митсубиши вот тут есть документ на нее отлично отлично lcd видеопрожектор x200 сейчас я позову позову своего менеджера которая работает со мной 23 года и она нам подскажет леночка митсубиши x200 видеопроектор я хочу сообщить нашим подписчикам можешь посмотреть за сколько можно продать пока наша менеджер смотрит я вам покажу чтоб я привез с аэропорта 55 долларов да отлично вот мы можем за 55 долларов это продать ну я думаю что есть смысл в этом поставим поставим все 55 фри шиппинг на пересылку уйдет долларов 20 и долларов 30 сможем заработать отлично вот теперь вот эта куча одежды это вся одежда из чемоданов забытых в аэропорту города вашингтон я думал что это из нью-йоркских аэропортов потом посмотрел бумаги это из аэропорта города вашингтон смотрите тут куча разного всякого и обувь и шапки и все что угодно вот посмотрим много есть ярлыками много было новой одежды в чемоданах у людей посмотрим когда будем разбирать завтра я более подробно вам все это расскажу чтобы вы видели что это и как много очень интересного шапочка какая очень интересная но тут много товара а я один раз нашел кроссовки такой партии и продал их за три тысячи долларов не один раз мне так сильно повезло специальные какие-то были кроссовки один раз нашел точно такие так обрадовался так обрадовался выставил их на продажу у меня их раз сняли один в один когда говорят не оригинальные я все проверял вроде бы как оригинальные выставил на второе аукцион сняли продал их на своем домашнем аукционе через три дня привезли назад люди но мы хотели их выставить на ebay я если бы я мог выставить их на ebay они тоже купили меня за 400 долларов я бы я бы сам их продал они продавал бы вам за 400 вот ну вот такая была интересная история я потом более подробно на этом остановлюсь вот с этой машины я потом окончательно скажу сколько получилось денег вот с этой машины с прицепом все затраты на эту машину с прицепом включая одежду включая серверы которые я фотографировал вчера включая видеоаппаратуру включая старые магнитофоны и приемники все затраты составили где-то порядка 1450 долларов ну плюс еще бензин трейлер ну где-то в районе 1600 долларов это получилось посмотрим что будет на выходе у нас из этого из всего что мы потратили я рад был с вами пообщаться как я уже обещал как только я наберу тысячи подписчиков у меня будет еженедельный прямой стрим я буду отвечать на любые ваши вопросы которые будут касаться америки аукционов да что там америке аукционов не уже много лет и можете задавать задавать любой вопрос как это не когда-то видел программу на телевидении задай вопрос то о чем ты боялся спросить ну или что-то такое перепроет перефразировано если вы и вопросы которые вас будут интересовать и на к на который я смогу ответить я буду рад вам помочь